сегодня у нас в гостях руководитель центра медицинской профилактики и общественного здоровья видновской клинической больницы зарема тен и мы поговорим о пользе грудного вскармливания зарема здравствуйте рада вас снова видеть в нашей студии зарема насколько я знаю стартовала неделя поддержки грудного вскармливания до естественного вскармливания расскажите вообще какие мероприятия проходят в медицинских учреждениях и вообще о пользе у нас стартовала неделя в поддержку грудного вскармливания это на данный момент очень актуальный вопрос потому что я вот неоднократно повторяю что женщины сейчас разделись на два фронта одни которые прям категорически не хотят и не поддерживают грудное вскармливание и те которые поддерживают грудное вскармливание для себя и другим это предлагают и даже те которые говорят грудное вскармливание везде и всегда выходят в общественные места там кормят детей ну разумеется мы не такое поддерживаем мы поддерживаем с медицинской точки зрения в во всех медицинских подразделениях видновской больницы на базе всех абсолютно отделений во всех отдаленных наших амбулаториях есть врачи гинекологи каждый из них ведет кабинет для мам такая школа для мам называется там обучают как правильно прикладывать ребенка врач гинеколог рассказывает о сложностях которых мама с которыми мама может столкнуться во время грудного вскармливания также там обсуждается польза для мамы для малыша вот чем чему способствует грудное вскармливание и мамы которые готовятся стать мамами там в первый раз во второй раз и те кто уже стал мамами посещают как правило врача гинеколога и обсуждается этот вопрос это очень актуальная тема поэтому как правило на таких занятий для мам бывает очень много посетителей все столкнулись даст такой проблем например женщина захотела кормить и естественным возникли какие-то проблемы то есть она может обратиться разумеется конечно есть такое осложнение очень многих мамочек возникает в особенности если это первая беременность первая лактация очень часто у пациенток возникает лактостаз то есть это застойная лактация при которой ну без доктора наверное сложно решить ситуацию и такие мамочки очень часто приходят и доктор показывает прям показывает непосредственно как правильно проводить массаж в этом случае подсказывает как правильно проводить мероприятие по кормлению то есть чтобы мама в дальнейшем не столкнулась с вот этим вот осложнением я как мама троих детей и которые также поддерживают грудное вскармливание и проводила его общий стаж 5 лет вот должна сказать что даже мое личное наблюдение челюстно-лицевой аппарат детей идеально развивается тогда когда мама проводит грудное вскармливание то есть в этот поток грудного молока то сколько оно должно идти ребенку происходит в идеале не через бутылочку а разумеется через женскую грудь и ребенок для того чтобы это производить то есть он делает сосательные движения которые стимулируют нормальную работу челюстно-лицевого аппарата и в последующем у таких детей как правило формируется правильный прикус и меньше возникает ортодонтических осложнений даже ради эстетической красоты мамы нельзя ставить физиологическое развитие ребенка на второе место вот поэтому я призываю максимально чтобы мама больше об этом узнавали больше читали просвещались а мы в свою очередь помогаем то есть у нас вовсе даже не неделя грудного вскармливания проходим в поддержку а целый год у нас регулярно на всех базах помимо гинеколога то что от просветительская работа проходит у нас мамочки если задают какие-то вопросы связанные с лактацией или с именно с грудью там строение осложнения и прочее то соответственно наши врачи всегда на это отвечают сейчас уже даже зависимость онкологических заболеваний и грудного вскармливания она очень высокой и онкологи очень часто говорят что грудное вскармливание является профилактикой рака молочной железы то есть поэтому это тоже я считаю что высокий такой аргумент достаточно большой в пользу того чтобы поддерживать все-таки физиологический процесс спасибо большое за рима за информацию а я напомню что у нас в гостях была руководитель центра медицинской профилактики общественного здоровья видновской клинической больницы за рима тен